Так, смотрите, у нас оставалась одна история, которую я не успел рассказать в прошлый раз, а именно мы доказывали теорему про выпуклые функции, и я не рассказал одной из частей доказательств, один из переходов. Давайте я это сейчас сделаю, благо на семинарах были две задачки, которые мне понадобятся для того, чтобы это доказательство провести. Значит, первая часть — окончание доказательства теоремы про выпуклые функции. Значит, я напомню, о чем там шла речь. Значит, во-первых, функция называется выпуклой, называется выпуклой вниз. Если для любых двух точек X1, X2 хорда соединяющие точки... Значит, у нас есть хорда, которая соединяет точки X1, F от X1 и X2, F от X2. Лежит выше графика функции на отрезке X1, X2. Значит, я напомню, что у нас есть график какой-нибудь функции, и мы говорим, что эта функция выпуклая вверх, если для всяких точек хорда лежит над самим по себе графиком функции. Здесь у нас X, здесь Y, это Y равняется F от X. Соответственно, это X1, это X2. И теорема, которую мы формулировали, была такая. Если F дифференцируема на интервале от A до B, то следующее утверждение эквивалентное. Давайте считать, что F определено на этом самом интервале, и больше нигде не определено. Ну, по крайней мере, мы ее рассматриваем только на этом интервале. Тогда следующее утверждение эквивалентное. Первое. Функция выпукла вниз. F-штрих возрастает. Ну, давайте я напишу «не убывает». Значит, выпукла вниз, не строго. F-штрих не убывает. И третье утверждение. График функции. График лежит над любой касательной. Что я говорю? Я говорю, что выпуклость функции, то есть та картинка, которую я нарисовал выше, это эквивалентное утверждение о том, что производные не убывают, то есть что касательные в точках, которые находятся правее, они имеют больше угловой коэффициент, чем касательные в точках, которые находятся левее. То есть функция загибается вверх. Она растет в каждой точке, растет быстрее, чем линейная. И третье утверждение – это то, что сам график функции проходит выше, чем график любой касательной. Ну, вот, собственно говоря, по картинке должно быть достаточно видно, что похоже на то, что это утверждение верно. Ну и вот давайте, значит, мы доказали… На прошлой лекции мы доказали, что… Что это уже делали? Мы доказали, что из единицы следует двойка. Мы доказали, что из двойки следует тройка. А единственное утверждение, которое мы не доказали, это то, что из тройки следует единица. А вы просто напоминаете, что за теорема, я помню. Спасибо. Да, это все было напоминание. Значит, остаток доказательства. Значит, а именно, что из единицы следует… Что из тройки следует единица. Значит, опять же, мне здесь понадобятся два вспомогательных утверждения, которые были на семинаре, но давайте их еще раз напомню. Значит, утверждение такое. Ну, значит, мне понадобится, более того, мне понадобится еще дополнительное определение, которое тоже было на семинарах, но устроено не так. Значит, определение. Множество называется выпуклом. Значит, давайте я скажу так, какое-то множество А, являющееся под множеством R квадрат, то есть множество А на плоскости, а множество точек плоскости. На самом деле, не обязательно плоскости. Можно рассматривать трехмерное пространство, можно что угодно рассматривать. Называется выпуклом. Если для любых точек X и Y оно содержит... Отрезок... Значит, для любых точек X и Y, принадлежащих А, оно содержит отрезок, соединяющий эти две точки. Значит, вот у нас есть какое-то множество. Давайте посмотрим. Вот такое множество является выпуклом? Нет. Можно рассмотреть вот такой вот отрезок, и он не будет находиться внутри этого множества. Значит, у него будут точки, которые выходят из этого множества. Значит, вот эта штука не является выпуклой. Дальше, значит, мне нужно несколько утверждений про выпуклое множество, которые были в виде задачек в семинарах. Утверждение 1. Функция выпукла вниз тогда и только тогда, когда ее надграфик... То есть множество точек над графиком является выпуклом. Значит, вот у нас есть какая-нибудь функция. И, значит, мы рассматриваем надграфик. Значит, это Y равняется F от X. И, естественно, если надграфик выпуклой, то функция выпукла вниз и наоборот. Ну, геометрически это кажется достаточно естественным. Значит, если мы берем какие-нибудь две точки над графиком, если функция выпукла, то эти две точки, весь отрезок, который эти две точки соединяет, тоже лежат над графиком. Обсуждалось, должно было пока мер обсуждаться на семинаре. Но если нет, то пробуйте доказать сами. Утверждение 2. Утверждение 2. Полуплоскость выпукла. Значит, если вы нарисуете какую-то плоскость... Если вы нарисуете на плоскости какую-то прямую, любую прямую, то эта прямая делит вашу плоскость на две полуплоскости. Вот любая из этих двух полуплоскостей является выпуклым множеством. То есть у нас не строгая выпуклость сейчас обсуждается. Значит, третье утверждение, которое мне нужно... Я, кстати, уже не помню, вот такое утверждение было или не было на семинаре, кажется, нет. Значит, утверждение 3. Пусть есть набор множеств альфа. Есть какой-то набор множеств, и все эти множества выпуклы. Тогда их пересечения тоже выпуклы. То есть вот этот набор множеств... Ну, можно думать, что это у вас есть такая последовательность множества, допустим, а 1, а 2, а 3 и так далее до бесконечности. Но на самом деле вот этот альфа, он может принимать любые значения. Можем, например, рассмотреть множество, которое запараметризованным вещественным числом. Например. Значит, тогда их пересечение тоже выпукло. Значит, кажется, не было такого на семинаре. Было, не было? Не было. Не было такого. Хорошо, давайте тогда сейчас докажем. Значит, доказательства. Ну, смотрите, значит... Давайте возьмем... Давайте возьмем как-нибудь обозначим пересечение всех этих множеств. Значит, пусть B — это есть пересечение всех а альфа во всем альфа. Значит, пересечение всех множеств. Это может быть бесконечное пересечение. А альфа — это количество множеств? Ну, альфа — это такой индекс. Например, если... Например, если... Можно думать, что у вас есть такая последовательность множеств для начала. Значит, а 1, а 2, а 3 и так далее, а n и так далее до бесконечности. Значит, в этом случае альфа будет натуральным числом. Будет просто номером множества. Но мы сейчас будем рассматривать чуть более общую ситуацию, когда альфа — это какой-то призвольный элемент, допустим, призвольное вещественное число. Значит, у вас есть какой-то набор множеств. Все эти множества выпуклые, и B — это пересечение всех этих множеств. Значит, докажем, что B является выпуклым. Ну, давайте рассмотрим две точки x и y, принадлежащие B. Что это означает? Это означает, что эти две точки принадлежат всем а альфам. Значит, тогда... ... Значит, рассмотрим точки x и y, принадлежащие множеству B. Значит, если они принадлежат множеству B, тогда они принадлежат всем а альфа. Значит, x принадлежит а альфа, y принадлежит а альфа. И все это выполняется для всех альфа. Давайте я так напишу. Значит, для всех альфа... Ну, давайте я нарисую картинку для двух множеств, когда у нас альфа принимает значение 1 и 2. Значит, вот у меня есть одно множество, оно является выпуклым. Вот у меня есть другое множество, оно тоже является выпуклым. Итак, если я беру две точки, которые принадлежат обоим этим множествам, то эти точки обязаны находиться, ну, если они находятся в пересечении, то они обязаны принадлежать каждому из этих двух множеств. Значит, вот у меня точка х, вот эта точка у. Но тогда, утверждаю я, и весь отрезок принадлежит также обоим этим множествам. Почему это так? Ну, потому что, по утверждению про выпуклость, он принадлежит первому множеству, и он принадлежит второму множеству. Значит, он весь принадлежит обоим множествам. Давайте я скажу, что вот это будет x1, не x1, а 1. Это будет а2. Это их пересечения. Значит, следовательно, из выпуклости а-альфа отрезок от x до y целиком лежит в а-альфа. Но поскольку отрезок от x до y целиком лежит в а-альфа, из этого следует, что... Ну, и это верно вообще для всех а-альфа. Из этого следует, что весь этот отрезок лежит в b. Это как бы определение этого бесконечного пересечения. Определение пересечения множество говорит нам, что это пересечение состоит из тех элементов, которые лежат во всех а-альфа. Но мы знаем, что все точки этого отрезка лежат в а-альфа, для всех а-альфа. Значит, сам этот отрезок целиком лежит в b. Ну и, следовательно, b выпукло. Как? Понятно ли это рассуждение? Ну, вот насчет того, что b является пересечением всех а-альфа, и поэтому все отрезки, которые могут лежать в а-альфа, они будут точно лежать в b. Можете это повторить еще раз? То есть, второй переход следствия. Вот этот переход? Да. Ну, смотрите. Значит, мы точно знаем, что для всех а-альфа отрезок от XA до Y лежит внутри а-альфа. То есть, отрезок от XA до Y лежит внутри всех наших множеств, нашего семейства. Но это автоматически по определению пересечения означает, что он лежит в их пересечении. Если он лежит в каждом из них, это означает, что он лежит в их пересечении. Почему он лежит в каждом из них? Точно. А он лежит в каждом из них, потому что у нас по предположению X и Y принадлежат B. Это означает, что B у нас пересечение всех а-альфа. Это означает, что X принадлежит всем а-альфа, Y принадлежит всем а-альфа. Ну, давайте возьмем какое-то конкретное а-альфа. X ему принадлежит, Y ему принадлежит. Но при этом все а-альфы выпуклые. По определению выпуклого множества, если две точки принадлежат этому выпуклому множеству, то и весь отрезок принадлежит этому же самому множеству. Это означает, что для всех а-альфа отрезок от XA до Y принадлежит а-альфа. Вот смотрите, если вас пока пугает вот это бесконечное пересечение, где а-альф пробегает не пойми, какое множество, можете думать про то, что у вас всего два множества, A1 и A2. А-альфа просто принимает два значения, 1 и 2, больше никаких. Тогда просто вся теорема иллюстрировалась вот этой картинкой. Если у нас есть отрезок в пересечении, то тогда эти две точки принадлежат А1. Значит, отрезок между ними принадлежит А1. С другой стороны, эти же две точки принадлежат А2. И значит, по выпуклости А2 отрезок между ними лежит в А2. Но это означает, что все точки этого отрезка одновременно лежат и в А1, и в А2. Значит, они лежат в их пересечении. Значит, пересечение выпукло. Мы сейчас говорим просто про абстрактные какие-то множества, или мы можем изобразить это все на графиках и посмотреть выпуклуюсь там? Мы сейчас говорим про абстрактные множества на плоскости. Мы говорим про абстрактные множества на плоскости. Ладно. Значит, множество, которое мы сейчас будем рассматривать над графикой функции, это частный случай абстрактных множеств на плоскости. Ну, как бы нам на самом деле от нашего множества нужно только то, чтобы мы бы умели бы через две точки проводить отрезок, которые эти две точки соединяют. Больше нам для определения выпуклости не нужно вообще ничего. Можешь еще раз про второе утверждение сказать про полуплоскость? Утверждение про выпуклость полуплоскости? Да. Ну, смотрите, я утверждаю, что полуплоскость выпуклая. То есть, что если я вот рассмотрю, значит, я проведу прямую какую-нибудь. Это прямая делит плоскость на две полуплоскости. Вот утверждение состоит в том, что любая из этих двух полуплоскостей является выпуклым множеством. То есть, это означает, что если я возьму две точки в полуплоскости, соединю их отрезочком, то весь этот отрезок будет лежать в этой полуплоскости. То есть, не может такого быть, что вот я беру две точки в полуплоскости, а отрезок берет и вот так вот вылезает за эту полуплоскость. Вот такого не бывает. Спасибо. Вот. Значит, хорошее упражнение, если на семинаре до этого вдруг не дошли, хотя должны были, вроде как в начале листочка была задачка. Вот хорошее упражнение это сделать. А, это, кажется, было задачкой домашней, но она там, это мгновенно делается из утверждения 1. В общем, подумайте, как это сделать из утверждения 1. Если не придумаете, приходите на консультацию, обсудим. Вот. Ну так, чисто визуально, мне кажется, что утверждение довольно очевидное. Давайте еще вопросы. То есть мы говорим, что x, y у нас лежит в пересечении всех альфа, ну, всех множества альфа, а значит, он лежит в b, потому что мы в b задали. Да. Потому что b – это пересечение всех альф по нашему определению. То есть вот на этой картинке у нас множество b – это вот это вот то, что я здесь заштриховал. Значит, вот эта вот штука – это b. Ну, а, соответственно, на самом деле это мгновенно обобщается на произвольный набор множеств. Неважно, даже счетный набор множеств, несчетный набор множеств. Все работает одинаково. А мы вот нигде не должны указывать, что x и y могут быть любыми из этого множества. Ну да, ну хорошо, давайте я напишу вот так вот, чтобы было аккуратно. Значит, возьмем любые две точки x и y из множества b, и тогда отрезок, который их соединяет, тоже лежит в b. Значит, множество b выпукло. Так. Еще вопросы про это утверждение? Или про какие-то из предыдущих утверждений? Хорошо. Ну, давайте теперь используем всю эту технику для того, чтобы, наконец, доказать, что если график функции лежит над каждой своей касательной, то тогда эта функция выпукла вниз. Значит, доказательства того, что из 3 следует 1. Давайте рассмотрим такое множество. Давайте я еще раз нарисую картинку. Значит, вот у нас есть график какой-нибудь функции, и я делаю следующую штуку. Я для всякой точки x строю касательную, которая, значит, касательную, проходящую через точку на графике над точкой x. Значит, строю вот такую вот касательную. И дальше я рассматриваю множество, которое лежит над этой касательной. Значит, вот такую вот штуку я рассматриваю. Значит, давайте я скажу, что это множество называется, допустим, Lx. Это полуплоскость, лежащая над касательной. К графику y равняется f от x в точке x. То есть я могу выбирать разные точки x и получать разные Lx. То есть возьму, например, вот эту точку, получил вот такое множество. Возьму какую-нибудь другую точку, взял бы вот такую точку в качестве x, получил бы другое множество. Вопрос. Что будет, если мы все их пересечем? Значит, давайте рассмотрим множество m, которое является пересечением Lx для всех x из нашего интервала от a до b. Что это такое? Ну, мы получим ровно плоскость над нашим графиком функции. Да, кусок плоскости над графиком функции. Это в точности над графиком. Ну, почему это так? Ну, во-первых, видно, что любая точка, которая лежит под графиком, вот в это множество не входит. Потому что если она лежит под графиком, ну, давайте возьмем любую точку. Значит, действительно. Любая точка под графиком не входит в им. Потому что, ну, вот давайте я возьму произвольную точку. Вот эту точку, допустим, взял под графиком. Это означает, что я могу рассмотреть, значит, у этой точки есть какая-то x-овая координата, давайте я скажу, что это x1. Значит, я могу рассмотреть прямую, которая, касательную, которая проходит через вот эту точку. Вот такую касательную. И соответствующее ей множество l это полуплоскость, которая устроена вот так вот. Значит, поскольку вот эта точка выше, чем вот эта точка, значит, по предположению у нас вот эта точка ниже графика, это означает, что эта точка будет ниже точки касания, ну, и это автоматически означает, что она будет ниже всей вот этой полуплоскости. Это означает, что она не будет входить в эту полуплоскость, и, значит, она не будет входить в это пересечение. Значит, любая точка под графиком не входит в m. Давайте любая точка x1, y не входит под графиком в m, так как находится ниже x1, f от x1. И любая точка из m лежит выше графика, ну, не ниже, по крайней мере. А так как по условию, по предположению, график проходит выше любой касательный. В предпоследней строчке написано так, как по… что? Значит, я написал так, как предположение, график проходит выше любой касательный. Сейчас я что-то засомневался, правда я написал или нет. То есть это, конечно, правда, значит, следует ли, действительно ли утверждение, что любая точка из m лежит не ниже графика, из этого следует. Давайте поймем, значит, что мы утверждаем. Значит, для нас было важно, что… Значит, для нас было вот что важно. Сейчас, секунду. Давайте я соображу, где мы пользовались этим условием. Значит, вот если бы это условие нарушалось, то тогда картинка выглядела бы как-то вот так. Могла бы, по крайней мере, выглядеть. В этом случае какое из двух утверждений нарушается? Значит, в этом случае, например, наши полуплоскости могли бы выглядеть как-нибудь вот так. То есть была бы одна вот такая полуплоскость, а другая полуплоскость была бы какой-нибудь вот такой, скажем. Тогда бы, конечно, не все точки над графиком… Да, значит, не то утверждение я сказал. Значит, любая точка под графиком не входит в m. Вот здесь я должен был, на самом деле, другое утверждение сказать. Значит, вместо вот этого утверждения я говорю наоборот. Значит, я утверждаю следующее. Любая точка под графиком не входит в m. А то, что мне нужно сказать, это то, что любая точка над графиком входит в m. Значит, любая точка над графиком входит в m. Вот, а теперь это правда. Значит, по предположению, у нас весь график находится выше любой касательный. Но это означает, что весь график целиком лежит в множестве m. Ну, а все точки, которые выше его, тем более, лежат в m. Скажите, пожалуйста, в чем отличие между тем, что мы сначала бесстали и сейчас? Значит, перед этим, кажется, было утверждение, которое, на самом деле, эквивалентно вот этому утверждению. Но давайте забудем, что я писал раньше. Давайте посмотрим на то, что я написал сейчас. Сейчас я написал два утверждения, которые совокупно говорят, что действительно, что m – это над график. А именно, я говорю, что любая точка под графиком в m не входит. А любая точка, которая над графиком, то есть которая принадлежит над графику, в m входит. А просто почему не было неверно прошлое утверждение? То, что любая точка лежит не ниже графика. Ну, потому что я там в обратную сторону говорил. Я там говорил, что любая точка из m лежит не ниже графика. То есть это, на самом деле, было утверждение, которое эквивалентно вот этому. То есть я говорил там… Нет, спасибо. А к чему тогда нижний рисунок? Нижний рисунок – это как бы контрпример к тому, что если вот это условие… Значит, если нарушаются условия, которые я сформулировал в предположении моей теоремы, а именно, собственно говоря, условия 3. Что такое? Что говорит условие 3? Условие 3 говорит, что график лежит над… Значит, график лежит над любой касательной. Вот для этой картинки это условие нарушается. И в этом случае неправда, что любая точка над графиком входит в m. Потому что, например, вот эта точка не входит в m, потому что она не принадлежит вот такой полуплоскости. Хотя она лежит над графиком. Давайте посмотрим вот это утверждение. Насколько оно… Смотрите, что я говорю. Я говорю, что… Ну, знаете, это как… У меня пробелы в гуманитарном образовании. Кто из скульпторов говорил, что я просто отсекаю все лишнее? Саня, пожалуйста, можете еще раз про график и контрпример рассказать, к чему это было нарисовано? Ну, смотрите, значит, я говорю следующее. Я говорю, что если вот это условие нарушается, график проходит выше любой касательной, то тогда нарушается и вот это утверждение. Понятно, все, спасибо. И вот это контрпример. Википедия говорит, что Микеланджело. Микеланджело, вот. Я правильно понимаю, что вторая фраза про точки над графиком, если ее как бы расписывать четко и красиво, то мы будем говорить, что любая точка над графиком, она находится выше точки, которая имеет ту же координату по иксу, а координата по иксу – это точка графика. Да, да, да. Смотрите, все слова… Находится выше точки касательной. Да, да, да. Вот, значит, принадлежит всем этим полуплоскостям. Значит, смотрите, вот это вот утверждение, оно требует вот этого предположения. Значит, вот это утверждение работает всегда. Вот эта штука работает всегда. А вот это утверждение требует вот этого предположения, которое мы сделали. Потому что вот картинка, которая показывает, что если этого предположения не делать, то вот это утверждение неверно. Ну, то есть, на самом деле, если вы представите себе картинку, вот вы представите себе, что вы нарисовали такой график, провели все возможные касательные, то видно, что действительно, если вы смотрите на то, что осталось сверху, если вы отсекли все лишнее, смотрите на то, что осталось сверху, то остается ровно над график функции. Ну и, собственно говоря, все. Теперь, если вы верите в это утверждение, а также верите в два предыдущих утверждения, то дальнейшее очевидно. Значит, Lx полуплоскости, значит, они выпуклые. Следовательно, M тоже выпукло. Следовательно, F выпукло вниз. А почему именно вниз? Мы же вроде писали в утверждениях, что просто выпукло. Множество выпукло. Множество M над график просто выпукло. А функция выпукла вниз. Смотрите, как устроена связь между множеством выпуклости функций. Если функция выпукла вниз, вот так вот, то это означает, что ее над график выпуклый. А если функция, наоборот, выпукла вверх, то это означает, что ее под график выпуклый. Мы сейчас работаем с функциями выпуклыми вниз и работаем с их над графиками. Все, вроде доказали эту теорему. Есть ли еще вопросы по этой теореме? Значит, мгновенное следствие из этой теоремы такое, что если функция дважды дифференцируемая, если существует вторая производная, например, на интервале от А до Б, и вторая производная, скажем, неотрицательна, для всех иксов от А до Б, F2' от X, неотрицательна, то из этого следует, что F выпукла вниз. Ну, действительно, если вторая производная неотрицательна, то это означает, что первая производная не убывает, и по только что доказанному это означает, что функция выпуклый вверх. Простите, выпуклый вниз. Соответственно, это позволяет, анализируя вторую производную, находить промежутки выпуклости. Выпуклости вниз. Ну, и понятно, что аналогичная теорема доказывается наоборот для выпуклости вверх, а только там все наоборот. Вот. Есть ли еще вопросы по этой теореме? Хорошо. Тогда поехали дальше, и я перехожу ко второй теме. Это правило Лопитали. Правило Лопитали – это такая штука, которую студенты все любят, а я не очень люблю, потому что я считаю, что никому на самом деле не нужно правило Лопитали, а нужно знать реды Тейлора. Но теорема про реды Тейлора, которая нам нужна и которую нужно всем знать, доказывается с помощью правил Лопитали, и поэтому никакого не объедешь. Но давайте я это утверждение сформулирую. Значит, правило Лопитали огласит следующее. Значит, теорема. Это история про раскрытие неопределенностей типа 0 на 0 или бесконечность на бесконечность. Но давайте сначала рассмотрим неопределенности типа 0 на 0. Значит, теорема звучит таким образом. Пусть есть функции f и g определены, например, в правой полуокрестности какой-нибудь точки x0 на каком-нибудь интервале от x0 до b. Значит, давайте я потребую, чтобы g от x не равнялась 0 для всех x-ов от x0 до b. g от x не 0. f и g должны быть дифференцируемы на этом множестве. и существует предел предел при x, стремящемся к x0 справа. f штрих от x разделить на g штрих от x. производные тоже должны не равняться 0. Тогда существует предел отношения самих функций, и он равен... Ну, давайте как-нибудь его обозначу, пусть, или большое. То есть, иными словами, история такая, что если вы хотите... А, да, я самое главное забыл. Значит, f и g определены на этом множестве. Самое главное забыл. Значит, мы сейчас работаем в таком предположении. f от x стремится к 0 и g от x стремится к 0 при x, стремящемся к x0 справа. Значит, вот это вот критически важное предположение, без него ничего не работает. Вот теперь вроде бы правда. То есть, смотрите, что утверждает эта теорема? Значит, она говорит, что если у вас есть вот такой предел, вы хотели бы найти его значение. Но оказывается, что если вы попробуете воспользоваться теоремой про предел частного, то у вас получается неопределенность типа 0 деленная на 0. Числитель стремится к 0 и знаменатель стремится к 0. Утверждение состоит в том, что если выполняются все вот эти условия, то есть, если вы можете продифференцировать f, продифференцировать g, поделить одно на другое и рассмотреть предел вот такой предел частных, предел отношений производных, и он существует и чему-то равен, то тогда сам предел f от x делить на g от x равен тому же самому. То есть, в неком смысле, в таком пределе можно просто заменить функцию в числителе и функцию знаменателя на их производные. А нам принципиально важно, что оно именно справа стремится? Нет, сейчас здесь тоже должно быть справа. Нет, не принципиально важно. Понятно, что такое же утверждение можно сделать про стремление слева и можно их объединить и получить просто x стремиться к x0. Ну и так оно, как правило, используется. Про бесконечности? Можно и к бесконечности. Да, значит, x0 может быть в том числе бесконечности, но давайте сейчас считать, что x0 это конечное число. А l это у нас какой-то конечный предел. l это какое-то конечное число. На самом деле, если он стремится к бесконечности, то вот такая штука тоже будет стремиться к бесконечности. Так что на самом деле l большая тоже может быть бесконечностью. Вы не могли повторить? Получается смысл теоремы, что мы можем заменить в отношении на производные? Да, мы можем заменить как бы утверждение такое, что можно найти, можно как бы раскрыть неопределенность 0, деленную на 0, можно найти предел при x, стремящемся к x0, допустим, справа f от x делить на g от x. Таким образом, можно заменить f на f' а g на g'. Ну и, как правило, хотя и не всегда, при этом предел станет проще. Может быть, придется сделать несколько раз эту операцию. И, в конце концов, прийти к такому пределу, который будет легко считаться. Еще раз, мы можем использовать это правило при x, стремящемся к любому числу. Да. Здесь он сформулирован в виде предела справа, но понятно, что можно то же самое сформулировать в виде предела слева и в виде двустороннего предела тоже. Ну, раз есть предел справа и предел слева, если они будут совпадать вот здесь, то значит, они будут совпадать и вот здесь. Нет, там просто Саша еще спрашивал про бесконечность. Получается, бесконечность тоже можно. Про бесконечность тоже можно, это просто отдельное утверждение, но там понадобится дополнительный шаг в доказательстве, поэтому я пока сформулировал теорему для x0 какого-то конечного числа. Но применять можно в том числе и для бесконечности. давайте я в качестве примера какой-нибудь предел найду. значит, пример. Скажем, я хочу найти предел при x, стремящемся к нулю, скажем, синус от x плюс x квадрат разделить на скажем, Допустим, вот такую штуку я хочу найти. Значит, как это можно было бы сделать? Давайте для интереса x плюс x квадрат в таком стиле. Значит, можно было бы сказать, что этот предел равняется, но можно было бы проверить, опять же, окончательная проверка будет, когда мы досчитаем до конца, потому что когда мы досчитаем до конца, мы найдем вот этот предел, и тогда мы сможем сказать, что вот этот предел ему равен. Ну вот, давайте пока так немножко с осторожностью напишем здесь равенство, а предел при x, стремящемся к нулю, и давайте посчитаем производные. Значит, у нас в числителе будет производная синус от x плюс x квадрат, чем уравняется производная такой штуки. 2x плюс 1 умножить на косинус x плюс x квадрат. Да, 2x плюс 1 это производная внутренняя функция, производная внешняя функция косинус, и нужно поставить ему внутреннюю функцию x плюс x квадрат. А в знаменателе производная будет 1 плюс 3x. Ну вот, если вы теперь посмотрите на новый предел... Если вы теперь посмотрите на новый предел, то видно, что у нас в исходном пределе была неопределенность 0 деленная на 0, а в новом пределе у нас такой неопределенности уже нет, потому что знаменателе стремится не к нулю, а к единице. Ну и числитель на самом деле тоже стремится к чему-то хорошему, потому что вот этот косинус стремится к единице, и здесь у нас тоже остается просто единица. В общем, короче говоря, все это равно единице. То есть мы просто в теореме говорили, что в АСФ уже определены на правом интервале точке x. Да, но такая же теорема, ну то есть мы можем рассмотреть такую теорему с правым полуинтервалом, потом рассмотреть такую же теорему с левым полуинтервалом, потом их объединить и получить теорему, которая рассматривает просто x3, x0, симметричный, как вот здесь. А если получается мы знаем, что функция непрерывно на всей числовой, ну на всей плоскости, получается нам не нужно рассматривать интервалы, мы можем просто взять точку и справа и слева одновременно рассмотреть. Ну просто теорем проще доказывать в такой формулировке. Не, так сказать, эта формулировка чуть более общая. Но, как правило, применяется она именно так, что вы знаете, что у вас с функциями, вы знаете, что вот это утверждение будет верно для предела, когда x стремится как с 0 справа и для предела, когда x стремится как с 0 слева. И поэтому, на самом деле, здесь можно написать двойной предел, ну как бы симметричный предел. И здесь тоже можно написать симметричный предел. А вот то, что можно симметричный предел написать, а когда мы вот, ну в примере, например, x стремится к 0, нужно это делать в два раза справа и слева или мы можем сразу писать? Нет, можно сразу. Ну вот такая штука достаточно корректна. Вот. Значит, правило очень любимы студентами, потому что оно в некотором смысле позволяет ни о чем не думать. Видите неопределенность 0 на 0? А давайте лопиталить. Продифференцировали разочек, снова неопределенность 0 на 0. Ну давайте еще разочек продифференцируем. Ну и так пока не сойдется. Оно, правда, не всегда сходится, и это не всегда самый оптимальный способ действовать, но зато это такой простой алгоритм. Но нужно аккуратно следить, по крайней мере, ну вот, нужно аккуратно следить, что вы находитесь вот в этих вот условиях, что у вас действительно неопределенность 0 на 0. потому что если это не является, не приносит 0 на 0, то теорема неверная. Да, сейчас мы докажем ее. Понятна ли формулировка? Бесконечная бесконечность тоже работает, да, и это отдельная теорема, но давайте пока разберемся с основной 0. Значит, я сформулировал теорему в не самой общей форме, потому что я хочу, чтобы я мог ее доказать. Чем проще сформулированная теорема, тем проще ее доказывать. Так, давайте пробуем ее подоказывать. Значит, мне для доказательства понадобится еще одна штука, которая называется теоремой Каши. Теорема Каши очень похожа на теорему Лагранжа в конечных превращениях. Но выглядит как немножко модифицированная версия. Теорема Каши гласит следующее. Значит, пусть у нас есть две функции F и G определены на отрезки от А до В и дифференцируемы во всех точках интервалов от А до В. причем для всех точек G' не равняется нулю. Тогда утверждается следующее. существует такая точка С, что F от В минус F от А разделить на G от В минус G от А равняется, как вы думаете, чему? Наверное, производная F от В минус производная F от А деленная на производную G от В минус производная G от А. Но это было бы слишком сильное утверждение. Значит, я недаром сказал, что есть какая-то точка С. Я сказал, что эта штука похожа на терема Лагранжа. Да, оно равняется F' вот в этой самой промежуточной точке С делить на G' промежуточной точке С. Значит, на самом деле видно, что эта теорема, теорема Каши, является просто обобщением теоремы Лагранжа. Что нужно сделать, чтобы из теоремы Каши получить теорему Лагранжа? Вы не могли повторить все равенство? Да, значит, теорема утверждает следующее, что если функции F и G определены на отрезке от А до В и дифференцируемы внутри этого отрезка, то есть на интервале от А до В, и при этом функция G не обнуляется в точках интервала, простите, производная функция G' не определяется внутри этого отрезка, тогда существует такое C на интервале от А до В, что справедливо следующее утверждение. F от В минус F от А деленное на G от В минус G от А равняется F' в точке C деленное на G' в точке F от А вы можете показать, почему это вообще так работает, просто у меня не очевидно как-то. сейчас я докажу теорему, значит, у нее гораздо сложнее найти геометрический смысл, это можно сделать, но там конструкция, которая, значит, на объяснение которой мне потребуется больше времени, чем хотелось бы потратить. Значит, ну давайте поймем, что эта штука на самом деле является обобщением теоремы Лагранжа. Как из этой штуки сделать теорему Лагранжа? G от X равно X. Да, если положить G от X равно X или там X плюс любая константа, то видно, что получается теорема Лагранжа. Тогда G' равняется единице, а вот здесь G от B минус G от А это получается как раз B минус А. Значит, на самом деле что утверждается? Утверждается, как бы, что если вы утверждается, что отношение, вот если у вас есть две функции, которые показывают, как одна точка едет и как другая точка едет, то отношение того расстояния, которое проехала одна точка, к другому расстоянию, которое проехала другая точка, это отношение равняется отношению мгновенных скоростей в какой-то промежуточной точке. Не то, чтобы это выглядело совсем невозможно. похоже в какой-то мере на терем Лагранжи. Давайте докажем. Эту штуку доказывается так же, как терем Лагранжи на самом деле. давайте рассмотрим функцию h от x, которая будет устроена так. Значит, это будет f от x минус f от b минус f от a разделить на g от b минус g от a g от x минус g от a. Я предлагаю рассмотреть вот такую функцию. Давайте посмотрим, чему равняется значение h в точке a. h от x равняется f от x минус дробь f от b минус f от a делить g от b минус g от a умножить на скобку g от x минус g от a. Скобка закрыта. Чему равняется значение h в точке a? f от a. f от a. А чему равняется значение h в точке b? f от a. f от a, да. Тоже f от a. Смотрите, я специально так подобрал, потому что если я здесь напишу b, вот это f от b, во-первых, если я подставлю в качестве x от b, то вот эта штука сократится с вот этой штукой, g от b, g от b. А с другой стороны здесь вот это f от b сократится с вот этим f от b. Останется снова f от a. все верят в то, что же h от a равняется h от b. Что теперь нужно сделать? Можно еще спросить про вот замечание, что если положить g от x рунь x, то получится теорема Лагранжа, а тогда же у нас получится f от b минус f от a делить на b минус a равно m штрих от c делить на c, а в теореме мы кранчим уже там не делим. Не на c. g от x равняется x. Чему равняется производная этой функция? Одному все понятно. Спасибо. Итак, значит, какой следующий шаг, что я теперь хочу сделать? мы используем теоремию Ролли. Да, по теоремии Ролли мы выяснили, что h это такая функция, которая принимает одно и то же значение в начале и в конце отрезка. Значит, по теоремии Ролли обязательно найдется точка внутри этого отрезка такая, что у этой функции производная равна нулю. Существует такая точка c, что h в точке c равняется нулю. Но h в произвольной точке x это есть f от x минус вот эта штука f от b минус f от a деленное на g от b минус g от a умноженное на g штрих от x. От вот этой штуки ничего не остается, потому что это константа. Ну и значит, если эта штука равна нулю в точке c, то тогда получается, что f штрих в точке c равняется f от b минус f от a разделить на g от b минус g от a в точке умножить на g штрих в точке c. ну и по предположению у нас g-штрих в точке c не ноль, ну и следовательно, на него можно поделить. и получается ровно то, что мы доказывали. Как видите, доказательство ужасно похоже на доказательство теоремы Лагранжа. И есть такая практика, что иногда просто доказывают, с самого начала доказывают теорему Каши, а потом из нее теоремы Лагранжа выводят как частный случай. Я считаю, что это неправильная практика, потому что у теоремы Каши нет никакой наглядной интерпретации геометрической, а у теоремы Лагранжа есть. Поэтому лучше следовать в обратную сторону. Вот сейчас нам нужна теорема Каши. Есть ли вопросы по этой теореме? А почему написали, что h2 равно h2 b? Во-первых, потому что это правда, а во-вторых, потому что это условие, которое нам нужно в теореме Ролля. Теорема Ролля говорит, что если функция принимает одно и то же значение на концах отрезка, то тогда найдется точка, в которой у нее производная нулевая. Это ключевое условие в теореме Ролля. Если она не выполняется, то теорема Ролля просто не верна. Например, представьте себе линейную функцию, она принимает разные значения на концах отрезка, и у нее производная нигде не обнуляется. А вот в первой строчке доказательства там в конце написано f от b минус f от a делить на g от b минус g от a, и там дальше g от x. g от x минус g от a. То есть мы подбираем такую функцию, чтобы можно было использовать теорем Ролля. Да. Ну вот, к сожалению, здесь просто так не догадаешься до вот этой штуки. Вот в теореме Лагрант же можно было догадаться до того, какую функцию нужно подобрать, а тут как-то нужно применить какую-то такую алгебраическую скорее интуицию. Ну, я скорее действовал по аналогии с теоремом Лагрант же. Я вчера, когда готовился к лекции, я сначала попытался написать другую функцию. Она была тоже правильной, но я три раза считал ее значения в точке A в точке B, и они у меня три раза не сходились. Потом я, конечно, нашел ошибку, но потом я подумал, что вот с такой функцией будет даже проще. Вот. Ну, хорошо. Давайте поедем дальше. Теперь мы применим теорему Каши к нашей истории про правила Лопитали. Давайте это попробуем сделать. Доказательства правила Лопитали. Сейчас мы работаем в конечной точке и мы работаем в случае 0 на 0. Давайте запишем так. Вот у нас есть наш предел при х, стремящемся к х0 справа, и f от х делить на g от х. А еще мне известно, что f от х стремится к 0 и g от х стремится к 0 при х, стремящемся к х0 справа. Смотрите, я хотел бы применить… Давайте посмотрим на теорему Каши. Вообще, теорема Каши выглядит как примерно то, что нам нужно. смотрите, она связывает какие-то штуки, где есть отношение функций, отношение значений функций, с штукой, в которой есть отношения производных. И это примерно то, что нам нужно. Мы хотим перейти от предела отношения функций к пределу отношения производных. Но есть одна проблема. В теореме Каши здесь не просто отношения функций, а отношения разности функций таких приращений. А здесь у нас просто f от x, деленное на g от x. Что бы в связи с этим сделать? Есть ли какая-нибудь идея, как бы нам бы свести вот эту штуку к вот такой штуке? Может попытаться сделать, чтобы f от a и g от a равнялись нулю? Да. Давайте сделаем такую вещь. Давайте просто доопределим или переопределим. Значит, доопределим f в точке x0 равняется g в точке x0 равняется нулю по непрерывности. Чему в действительности равнялись значения f от x0 и g от x0 нам не важно. Это никак не влияет на этот предел. поэтому мы хотим что хотим то и делаем с ними. Захотели определить вот так. Имеем право. Тогда можно написать этот предел таким образом. я просто говорю, что вот здесь написано просто два нуля. Значит, я говорю, что предел f от x делить на g от x равняется пределу f от x минус f от x0 делить на g от x минус g от x0 потому что мы явно сказали, что эти штуки, которые мы вычитали просто равны нулю. Заметим теперь, что если мы вот так определим функцию f, то тогда функция f на интервальчике от x0 до x будет удовлетворять условию теоремы Каши. Потому что нам нужно было, чтобы сейчас, я, видимо, забыл еще одно требование, конечно, здесь нужно было бы, чтобы определены и непрерывные. Нам, конечно, требуется непрерывность, потому что она требовалась в стиле прольда. Нам нужно, чтобы f и g были бы не просто определены на отрезке от a до b и дифференцируемы внутри отрезка, а мне нужно, чтобы на концах, по крайней мере, выполнялась бы односторонняя непрерывность. И именно ее-то я сейчас обеспечил вот этим доопределением. У меня теперь после вот этого доопределения функции f и g непрерывны вплоть до точки x0. Теперь я могу применить теорему Каши. на интервале на интервале не равняется 0. А, все, я понял. А в самой точке x0 имею полное право. значит, значит, примерим теорему теорему к отрезку от x0 до x. получим получим c. c. поскольку точка c зависит от выбора отрезка, а выбора отрезка зависит от вот этого x, то вообще говоря, точка c зависит от x. Давайте я так напишу. c равняется c от x, такую, что f от x минус f от x0 делить на g от x минус g от x0 равняется f штрих в точке c от x разделить на g штрих в точке c от x. Значит, c обязательно лежит на интервале от x0 до x. Простите, а почему у вас f от x минус f от x0 разве не f от c? Нет, нет, попросите. Значит, мы применяем теорему Каши вот к такому отрезку. Значит, на этом отрезке, внутри этого отрезка, где-то на интервале от x0 до x найдется такая точка, что отношение приращения функции равняется отношению производных. Производные берутся вот в этой самой промежуточной точке c от x. Теперь заметим вот что. Куда стремится c от x, когда x стремится к x0 справа? К нему же, потому что между ними зажато. Совершенно верно. Значит, у нас как-то штука устроена. Вот у нас есть фиксированная точка x0, у нас есть бегающая точка x, а еще есть точка c, которая где-то между ними. Соответственно, когда x стремится к x0, c тоже обязана стремиться к x0, но там потеряем двух милиционеров. x0 не задано, то есть c может меняться, а x0 нет. Да, и x0 фиксированный, это вот эта штука, вот эта точка. Но когда мы рассматриваем вот такой предел, у нас x меняется, и c у нас зависит от x, потому что она зависит от того отрезка, на котором вашу функцию рассматриваете. Но c от x тоже стремится к x0 в теореме двух милиционеров. А справа тоже, да? Тоже справа. Ну, отлично. Это означает, что мы можем этот предел, который мы здесь начали писать, давайте его продолжим писать. Это есть, во-первых, предел при x, стремящемся к x0 справа, f' в точке c от x разделить на g' в точке c от x. Какой предел вы пишете? Я сейчас продолжаю писать вот тот предел, который мне нужно найти. Предыдущим действием я сказал, что этот предел равняется предел f от x минус f от x 0 разделить на g от x минус g от x 0. Теперь я выражение по знаком предела заменяю на то, чему оно равно по теореме каши. То есть вот на эту штуку f' от x делить на g' от x. Получается вот такой новый предел. Он пока что по-прежнему при x стремящемся к x0. Но теперь здесь дробь f' от x делить на g' от x. Но теперь смотрите, мы знаем, что c от x стремится к x0. И еще мы знаем, что c от x не равняется x0. Тогда можно использовать теорему о пределе сложной функции и сказать, что это есть предел при, ну, давайте я скажу о каком-нибудь y, стремящемся к x0. f' в точке y. Ладно, давайте не y, не хочу y, пусть будет z. f' в точке z разделить даже в точке z. Ну, и это, в общем, ровно то, что мне нужно. Значит, здесь я использовал теорему о пределе сложной функции. Ну, я как бы сделал замену, я как бы сделал замену, z равняется c от x. Значит, я говорю следующее, что когда x стремится к x0, то c от x тоже стремится к x0. И при этом c от x не равняется x0. Значит, проблем, связанных с тем, что там были ограничения в теореме пределе сложной функции, здесь этих проблем не возникает. Но это означает, что я вместо того, чтобы рассматривать вот такой предел, значит, я знаю, что вот этот c от x приближается к x0, и вот этот c от x тоже приближается к x0. Ну, давайте я этот c от x заменю просто на новую переменную z и буду рассматривать вот такой предел. Предел при z стремящемся к x0 справа, f' от z делить на g' от z. На производную c' от x не нужно это донышать? Нет, я не использую теорему производной сложной функции. Я просто заменяю, значит, у меня здесь была, f' вот это производная f, она, значит, это просто производная f, вот как она есть. Я в нее просто подставил c от x и получил, значит, дальше я заменяю этот c от x и заменяю его на z. Вот. И все, собственно говоря, это все, что нам нужно было доказать. Давайте посмотрим на эту теорему, похожа ли она на правду, выглядит ли она реалистичной. Можно еще раз, как мы перешли к пределу f' от z на g' от z от x? Ну, смотрите, мы доказали, что вот это выражение под знаком предела, которое у нас было, оно по теореме Каши просто равно вот эта штука равна вот этой штуке. Нет, это какой-то это не простой. Я ничего не слышу. У нас уже не снимается или что? У кого-то просто микрофон включен. Так, еще вопросы? А можете вот про c еще раз объяснить, просто не совсем понятно, что, значит, c от x принадлежит от x0 до x. Ну, смотрите, значит, вот у нас, значит, вот как работает теорема Каши. Теорема Каши говорит, что вот если мы возьмем какой-нибудь отрезочек от a до b, значит, возьмем какой-нибудь отрезочек от a до b, то там для этого отрезочка существует такая c, что вот такая штука отношение разности значения функции в точках отрезка равняется отношению производных в какой-то промежуточной точке c. Теперь, если я беру разные отрезки от a до b, если у меня, например, какая-нибудь из этих штук меняется, то я буду получать разные промежуточные точки, разные c. Здесь ровно это и происходит. То есть я применяю теорему Каши, я ее применяю к такому отрезку, который для разных иксов разный. У него вот левая граница у него фиксирована, это точка x0, а правая граница меняется. Для разных иксов я получаю разные точки c. Значит, значит, у меня точка c, про нее что я знаю? Я знаю точно, что она лежит вот на этом интервальчике от x0 до x, но для разных иксов она, вообще говоря, разная. Вот я ее обозначаю, c от x. Я знаю, что она лежит в этом интервальчике и для каждого значения x вот это равенство верное. А в чем необходимо изменять c на x, c от x на z? Ну, потому что у меня в формулировке у меня здесь никакого c не фигурирует. В формулировке правила Питага сказано, что вот такой предел равняется вот такому пределу. Здесь никакое c не фигурирует. здесь применяется одна и та же буква, но понятно, что вот в этом пределе можно теперь заменить z на x. Я просто не стал этого делать, чтобы не возникала путаница с вот этим буксом. можно спросить просто в условии правил Питага у вас там предел производной f от x поделить на производную g от x при x, стремящемся к x0. а у нас тут z стремится к x0. Ну, а какая разница? Я здесь написал z и здесь написал z. Ну, смотрите, если у вас есть предел при x, стремящемся к x0 от какой-то функции h от x и есть предел при z, стремящемся к x0 от функции h от z. Понятно ли, что это одно и то же? Поэтому я просто ввел здесь новую перемену, чтобы не путаться с вот этим x. Это одно и то же. Так, еще вопросы? А почему мы рассматриваем это все для x, стремящемся к 0 именно справа? Почему нельзя просто стремящемся к x0? Ну, значит, нам тогда нужно было бы рассматривать два случая. Когда x правее x0 и когда x левее x0. Потому что нам здесь удобно, нам здесь нужно написать вот такой отрезочек от x0 до x. Его нужно написать либо от x0 до x, либо его нужно написать в виде от x до x0. Но чтобы это был отрезок, нам нужно понимать, в каком отношении находятся x и x0. Да, спасибо. Но понятно, что все то же самое рассматривается и для предела слева, абсолютно точно так же. И, соответственно, поэтому, если у вас есть двусторонний предел для вот такой штуки, то работает двусторонний предел для такой штуки. По отдельности рассматривайте предел справа, предел слева. бесконечности точно так же доказывается, если f от x, от x стремятся к бесконечности. Значит, если f от x, от x стремятся к бесконечности сами по себе, то там более хитрые доказательства, я его не буду приводить. Значит, давайте я напишу обобщение. Значит, правило Лапиталя также применимо. Первый вариант. x0 равняется бесконечности или плюс бесконечности или минус бесконечности. Второй вариант. Значит, предел при x, стремящемся к x0, просто или с минусом. и третий вариант. И если f от x и g от x одновременно стремятся к бесконечности или к плюс бесконечности или к минус бесконечности. То есть, таким образом можно раскрывать неопределенности ноль на ноль или бесконечность на бесконечность в конечных или бесконечных точках. Значит, я не буду это доказывать, ну, по крайней мере, вот эту штуку доказывать посложнее. Я совсем не хочу сейчас этого делать. Значит, вот этот случай легко рассмотреть. Можете это сделать самостоятельно. Значит, рассмотрите замену. Если f от x и g от x стремятся к временной бесконечности, не обязательно, чтобы они стремились, например, к плюс бесконечности вдвоем? Можно к разным, да? Да, можно к разным. Да, вроде можно к разным. Значит, вот для доказательства вот этого случая достаточно рассмотреть вот такую замену. Вот этот случай доказывается посложнее. вот. Ну, хорошо. Все на сегодня. Значит, я готов еще поотвечать на вопросы, но основная часть лекции закончилась. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. Первый пункт вот этот x0 бесконечности плюс бесконечности. Это значит, что у вас когда x стремится, да? Ну да, то, что можно рассматривать, то, что можно рассматривать вот такие примеры штуки. Простите, а вот вы, если не доказываете условно вот эти первые, вторые, третьи пункты, это значит, что у нас на колоквами их не будет? Значит, окей. Ну, окей. Ну, вот это, кстати, легко сделать. Это можно и дать в качестве задачки. Но, если вы понимаете, что происходит, то используя такую подсказку, вы можете это доказать самостоятельно. Понятно, спасибо. Ну, вот это тоже простая вещь, это следствие из того, что если у вас есть предел справа и предел слева, они совпадают, то и есть двусторонний предел. А вот это вот сложная штука, мы ее точно спрашивать не будем. Ок, хорошо. Вот, и второй пункт, это про левосторонний предел. Мы доказали для правостороннего. Да, это про левосторонний предел и про двусторонний предел тоже. Ну, потому что мы когда доказываем для левостороннего и плюс еще правосторонний, то... Да, 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 совершенно верно. Скажите, пожалуйста, еще для коллокриума, помимо теорем, нужно ли доказывать вспомогательные утверждения, которые мы пользовались, когда доказывали какую-то теорем? Ну, да, да. Ну, если это доказательство приводилось на лекциях, то да, или там, или, допустим, были какие-то утверждения, которые я выносил в качестве задачки на семинары, но они нужны были для того, чтобы... Ну, вот, допустим, вот здесь вот были сейчас утверждения, один утверждение, два, которые вы доказывали на семинарах, но их тоже нужно, конечно, дать доказательство. А третий пункт в обобщении это в том случае, если у нас сами функции стремятся к бесконечности, да? да, да, да. А вот я ваш почерк не совсем понимаю, вы можете его прочитать, пожалуйста? Значит, если f от x и g от x одновременно стремятся к бесконечности или к плюс бесконечности или к минус бесконечности. Украина. 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 Так, еще вопросы? Да, я хотел бы спросить, а вот какой математический смысл у выпуклого множества? То есть, что это значит? Какие у него свойства особенно? Или что это нам говорит о нем? Так даже сходу и не ответишь. Ну, вообще, выпуклые множества это такая очень полезная штука, про них много чего. Ну, я бы сказал так, про выпуклые функции много чего можно сказать хорошего. Про выпуклые множества про множество, пожалуй, я меньше чего-то могу сказать. хотя тоже всякие разные факты про них можно сформулировать. Например, любое выпуклое множество это множество, которое образуется в виде пересечения каких-то полуплоскостей. Через каждую граничную точку выпуклого множества можно провести так называемую опорную или там можно провести опорную полуплоскость про множество. Нет, в некотором смысле это очень естественная штука, например, скажем так, это естественная штука в том случае, если для вас естественная операция взять две точки и найти какую-то точку между ними. Это распространенная операция, потому что это так называемая выпуклая комбинация. Но вот я не знаю, у вас когда-нибудь, например, будет теория игр. В теории игр бывает такая штука, как смешанная стратегия. Скажем, вы в камень, ножницы, бумага играете, а если вы будете все время выбрасывать камень, то вас мгновенно обыграют, потому что ваш соперник будет знать, что ему нужно все время играть бумагу, и он победит. и чтобы этого не было, нужно каждый раз случайно выбирать из этих трех вариантов. Это означает, что если вы рассматриваете, допустим, вот у вас есть какие-нибудь там, если у вас есть эти самые три стратегии, с ними связаны какие-то числа, или неважно, что с ними связано, то вы можете рассматривать их смесь. смесь это как раз и есть, когда у вас есть, допустим, две точки. Смесь двух точек это как бы то же самое, что их средневзвешенная, и это то же самое, что точка, которая лежит где-то на отрезке. Если у вас есть три точки, и вы рассматриваете всевозможные их средневзвешенные, то это все равно, что вы выбираете точку внутри вот такого треугольничка. Ну и в таком контексте достаточно естественно, что вы хотите рассматривать такие ситуации, что если у вас есть какое-то множество стратегий, то вы хотите, чтобы вы могли рассматривать какие-то всевозможные выпуклые комбинации этих множеств, выпуклые комбинации всех стратегий этого множества. Ну, в общем, короче говоря, частенько нужно рассматривать такие штуки. Ну, вот какого-то прям совсем хорошего свойства, я сейчас, наверное, не скажу. Но вообще есть такая наука выпуклый анализ, который как раз занимается изучением изучением, ну, скорее, выпуклых функций. Их там оптимизировать хорошо, у них есть глобальный максимум, минимум и все такое прочее. Локальность спадает за глобальным. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Продолжение следует...